Я много читал, много узнавал об этом, обо всем, но когда мы туда приехали, стало ясно, что это место само, оно отличается от всего остального мира очень сильно, если не сказать кардинально. Есть некие узловые точки, энергетически важные и емкие, которые гармонизируют обстановку вообще вокруг себя. Нужно про них знать, хорошо знать, как работает эта система, как работает этот большой часовой механизм. И, конечно, в России во многом это монастыри, в которых творится молитва за всех за нас и за весь мир в том числе. И я это прямо на Соловках, когда мы это делали, я прямо это почувствовал на самом деле. Там ты попадаешь вовнутрь какой-то вечности и какой-то вертикали. То есть мы в основном, наша жизнь, она такая по горизонтали происходит, а там происходит все по вертикали. Потому что христианство это не узкая какая-то религия, которая есть только в какой-то одной части света. Христианство это всемирная религия, которая рассматривает мир в полном объеме, в цельности в своей. Все твое существо подключается, ты как будто в розетку втыкаешься там, и ты становишься вообще другим человеком. Ты начинаешь мыслить нематериально, вообще нематериально. Ты даже забываешь о том, что существует где-то внешний мир, вот этот суетный, обыкновенный человеческий мир. Там мир совсем другой, и там другие законы, соответственно. И там к тебе приходит понимание, что ты туда попал не случайно, что вот эта цепь событий, которая тебя туда привела, что был какой-то импульс, и ты оказался там. Что это не твое собственное решение. Мне кажется, понимание того, что многие вещи зависят не от нас, это важное понимание. И вот это материалистическое представление о мире, такое квадратное, где все по полочкам разложено, мне кажется, сегодня уже вообще не работает. И мне кажется, что люди постепенно начинают понимать, и даже ученые это начинают понимать, что мир, он значительно сложнее. И что в нем присутствие метафизического духа гораздо сильнее, нежели обычных материалистических представлений об этом мире. Понимание того, что традиция – это не что-то прошлое, а что традиция – это вечное, это тот стержень, на который исторические пласты просто нанизываются, мне кажется, что он есть везде. Ну, скажем, в исламском мире, он присутствует в абсолюте в своем. То есть их невозможно превратить в индивидуалистов. А вот, так сказать, Европа, Америка и другие, так сказать, страны, которые находятся в таком атеистическом руководстве, тут большая работа проведена, и, к сожалению, люди отравлены вот этими вот модернистскими идеями, что называется, что можно создать заново новый мир, в котором будет комфорт, безопасность. А мы знаем, что как только эти слова звучат, сразу же нужно начинать читать Священное Писание. Превратить население, электорат, в народ очень трудно. Духовная катастрофа, которая произошла с нашей страной еще в 1917 году, я имею в виду в 1917 году, она была настолько глубока и настолько катастрофична, что до сих пор мы живем в ужасе последствий той самой катастрофы, которая произошла больше ста лет назад. Поэтому мы, с одной стороны, должны преодолеть ту катастрофу, а с другой стороны, должны преодолеть катастрофу 1991 года. И культурную катастрофу, которая постигла нашу страну, потому что мы попытались одеть на себя чужую одежду. И со временем стало понятно, что нам тесно в ней, она трещит по швам. Но где взять свою? Ее же нужно сшить заново. Нужно найти интонацию разговора с людьми. Нужно, чтобы соединить силу государства, силу религии, силу традиций и силу культуры в единую силу. И тогда все заработает. А пока у нас все отдельно. Отдельно государство, отдельно культура, потому что нет прямой связи между этими двумя вещами. И государство не понимает до сих пор фундаментального, критического значения культуры в жизни страны. Потому что культура и искусство – это единственное, что, в принципе, оправдывает существование людей и государства. Потому что это единственное, что остается от них. В потомкам. Вообще, вот в глубинах, в глубинах народных и в лучших представителях, безусловно, сильна религиозная традиция. Только верхушка вот либеральная, которая пытается навязать всему остальному миру, что самое главное – это индивидуум, и во многом им это удается, она всегда в меньшинстве, тем не менее. Потому что люди в внутренних своих сакральных каких-то чувствах, они понимают, что мир устроен гораздо сложнее. И поэтому я думаю, что в каждой стране основная масса людей – это масса традиционная мыслящая, которая понимает ценность религии, ценность традиционной культуры и ценность обычной человеческой ценности семьи. И понимает, что есть общность под названием «мы», а не только «я». И что «мы» – это больше, чем «я». И пока мы держимся словом «мы», то мы сильнее, потому что нас много. Это как связка стрел, которые невозможно сломать. А одну стрелу сломать легко. Я, конечно, оптимист. Я абсолютный оптимист, потому что я понимаю, что то, что те события, которые стали происходить сейчас, – это первые шаги к новому миру. И мне кажется, что можно выйти на какую-то магистральную дорогу и можно признать те ошибки, которые были сделаны. И эти ошибки коренятся в неправильном целеполагании. Потому что нам представили будущее как абсолютно холодное, цифровое, материалистическое, виртуальное будущее. И многие с этим смирились. Многие решили, что ну да, наверное, пусть везде все делают роботы, а нас всех отцифруют и отправят в виртуальную реальность. Мне кажется, что это ошибочная цель. И мне кажется, что человека невозможно переделать до конца. И невозможно создать какое-то новое существо дисциплинированного потребителя, которым легко управлять. Он все равно будет сопротивляться. И традиционное общество, оно всегда сильнее. И в Америке, и в Европе, и в России. И оно все равно, я в этом смысле оптимист. Хорошо. Спасибо.